Всем привет! В эфире программа «Студенческий городок» и я ее ведущая Валерия Бескарованных. Сегодня в выпуске. Страна чудес. В гуманитарном прошел день открытых дверей. Руководитель геометрии Александр Нагорный в гостях у гуманитарного. Концерт «Нойз МС» в телеклубе. Факультет современного танца с перформансом в Ельфин-центре. Туристический клуб гуманитарного вновь покоряет природу. Техника, импровизация, занятия по актерскому мастерству в школе молодого хореографа. Чем пугали студентов гуманитарного в детстве? В гуманитарном прошел день открытых дверей для старшеклассников и их родителей. Гости смогли познакомиться с ректором университета Львом Абрамовичем ЗАГСом, пообщаться со студентами и преподавателями факультетов. Уровень гостеприимства гуманитарного вместе с гостями оценивали репортеры студенческого городка Виктор Афанасьев и Полина Абросимова. Каждый школьник рано или поздно задумывается, где же ему продолжить обучение. Гуманитарный всегда рад открыть свои двери для потенциальных абитуриентов. А мы решили посмотреть на знакомство ребят с нашим университетом. По мнению студентов, отличительная черта университета – это домашняя и уютная атмосфера. Сразу при входе в здание гостей встречает шляпа с пожеланиями внутри, а также горячий чай и сладости. А если поднять над главой смартфон, то вас приветствует виртуальный ректор гуманитарного университета. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы пришли в гуманитарный университет. Мы очень рады вашему приходу. Добро пожаловать. Наш университет – первый и старейший негосударственный ВОЗ России. Реальный же Лев Абрамович выступил перед собравшимися, рассказал о возможностях, какие университет предлагает студентам. Я все-таки считаю, что я за это скажу о том, что мы за эти годы успели сделать, потому что это, собственно, и есть тот наш символический капитал, который работает на доверие, ваше доверие к нам. После официальной части гости разошлись по аудиториям факультетов. Перед ними выступили представители деканатов, а также сами студенты. «Студенческий городок» – это ТВ-программа, она уходит на ИТВ раз в две недели. И ее полностью делают сами студенты. То есть они ее монтируют, снимают сами, и они даже сейчас ее снимают. Школьница Анастасия Яковлева стоит перед серьезным выбором будущей профессии. Она интересуется журналистикой и знакомится с различными ВОЗами. «Случайно совершенно наткнулась на гуманитарный университет. Мне показалось очень интересно. Я рассмотрела сайт. Все очень понравилось и решила приехать на День открытой двери». «Очень дружелюбные люди, как и студенты, и преподаватели. Все очень теплые отношения сразу». Виктор Афанасьев, Полина Абросимова, «Студенческий городок». Техника, импровизация, занятия по актерскому мастерству. Факультет современного танца гуманитарного в шестой раз организовал школу молодого хореографа для творческих и танцующих ребят. В этом году особенностью занятия стал эксперимент по совмещению современного и фольклорного танцев. Вслед за заявленной тематикой в программе появилась инновационная дисциплина – постфолк, импровизация. Какие еще новинки принесла осень, расскажут Полина Максимовских и Виктория Макарова. За 2017 год в школе молодого хореографа приняло участие 42 человека. В осенней сессии у проекта появился новый хореограф Маргарита Михайловна Морева. На занятиях она делает акцент на слияние двух видов танца – современного и финского народного. За этот достаточно небольшой срок, у нас всего лишь четыре дня, мы постараемся максимально прикоснуться к современному танцу с точки зрения погружения в него стилизованных таких элементов финского народного танца. Проект «Школа молодого хореографа» собирает ребят не только из Екатеринбурга и ближайших городов, но также и из дальних уголков страны. Например, Екатерина Авдовиченко приехала из Читы. Она уже не первый год участвует в данном проекте. Именно желание танцевать, потому что в нашем маленьком городе, далеко очень от Москвы, от столицы не приезжают педагогов. И желание танцевать, именно танцевать профессионально, подвигло приехать сюда. Одна из важных дисциплин, которую преподают в школе – это актерское мастерство. Оно помогает ребятам узнать о себе нечто новое и выработать метод поиска, способ выражения эмоций. На память все заберут с собой дипломы участников. Школа молодого хореографа Полина Максимовских, Виктория Макарова, студенческий городок. В «Гуманитарном» продолжается восьмой сезон своей игры. Два дивизиона вновь столкнулись в интеллектуальной борьбе. 11 команд и лишь одна цель в достижении победы. Именно это поддерживает дух конкуренции среди участников. Очередной межвузовский турнир произвел только позитивные эмоции на игроков. Сложные вопросы расстраивали всех, но стимул в участии лишь усиливался. Своими впечатлениями от игры поделилась участница команды «Подозрительная сова дивизиона ветеранов» Елена Шлегель. От этой игры каждый раз они безумно разные. Эта игра совмещает в себе команду и индивидуальную составляющую. И каждый раз от командной составляющей весьма хорошее впечатление, потому что это шанс провести вечер с друзьями. Третья игра состоится уже 29 ноября в тех же уютных стенах «Гуманитарного». Полина Абросимова и Елизавета Ткачук. Студенческий городок. Студенты туристического клуба «Гуманитарного» поучаствовали в пешем походе. Ребята прошли 20 километров по заснеженному лесу, преодолели реку и посетили древнюю могилу. Подробнее в сюжете Анны Малинкиной. До начальной точки маршрута – станция Аять. Едем час на электричке. С собой взяли тушенку, влажные сталфетки, полтора литра воды и одежду потеплее. На улице очень холодно. С каждым годом походы «Гуманитарного» становятся сложнее и познавательнее. В этот раз участников прогулки сразу ждало испытания. Студентам пришлось по очереди переправляться через реку. Переход прошел успешно. После добираемся до первой точки на нашей карте – могилы старообрядца Макария. Всю дорогу нас сопровождают пейзажи снежного леса. Погодные условия усложнили дорогу. Группе пришлось поменять маршрут, потому что из-за снега наши туристы двигались слишком медленно и до конечной отметки на карте дойти не успевали. Путь в 25 километров оставили на весну. Для экономии времени отряд сделал круг, чтобы вернуться на первоначальную точку пути. Подобные приключения сплачивают людей, заставляют их помогать друг другу. В конце пути отряд разбил лагерь. Ребята устроили посиделки у костра и приготовили обед туриста – плов из тушенки и горячий чай. Впечатлением от похода поделилась Мария Нигматулина, студентка гуманитарного. Этот поход был самым трудным из всех тех трех, на которых я была. Сегодня было довольно холодно. Мы изменили маршрут, потому что мы поняли, что немного не успеваем дойти до того места. Поход прошел хорошо. Ребята отдохнули, зарядились положительными эмоциями на всю учебную неделю. Анна Малинкина, Мария Нигматулина. Студенческий городок. Управляющий партнер порталом «Геометрия.ру», а также выпускник нашего университета Александр Нагорный, посетил с лекцией студентов гуманитарного. На встрече он поздравил свой факультет с днем рождения и рассказал, как делать проекты интересные зрители и работодателю. О встрече Влада Гурлиф и Николай Булатов. Самые популярные сейчас телепродукты. «Орел и решка», там еще какие-то. Это все продакшн, который не относится к телеканалу. Это какие-то отдельные студии, которые создают продукты и его продают. Девиз лекции – фраза Александра. «Придумал, делай». Чтобы на вас обратили внимание, выполнять работу нужно с любовью, а также знать свою целевую аудиторию и ее запросы. Нагорный рассказал, за счет чего геометрия завоевала популярность. «Тот основной контент, которым мы занимаемся – это фотографии. Это яркие фотографии, ярких событий, интересных. Поэтому это то, что интересует всех, в частности, молодежь». Александр сказал, что это не последняя лекция для студентов-журналистов гуманитарного. В начале следующего года он пообещал провести конкурс на лучшую фотоработу. Победителя он готов сразу же взять на работу. Впечатлениями от встречи поделился студент первого курса Алексей Акулов. «Лекция Александра Нагорного доставила мне очень много позитивных эмоций и умных советов, одним из которых являлось то, что не нужно пропускать пары Олега Александровича Раковича, следить за медиаконтентом, за новыми технологиями, и все свои мысли реализовать, пытаться и обращаться к преподавателю, потому что они всегда помогут». Жанр, вызывающий интригу, интерес и неожиданные реакции, перформанс собственного сочинения от факультета современного танца разрушил время и пространство реальности. Все это происходило в рамках фотовыставки «Генрии Теперьян». Подробнее Влада Гурлив. Записки из фотокнижки. Одна из тех выставок, на которых представлены не формальные и шаблонные, а живые, сделанные на репетициях, съемках и домашних беседах снимки. Момент в определенном месте, в определенное время. То же самое можно сказать и об отчетном выступлении студентов третьего и четвертого курсов факультета современного танца. Перформанс под названием «То, что было» состоит в диалоге с пространством и содержанием представленной выставки. Я отправлюсь за тобой, припусти не пророчу, я припусти даже ты. Перформанс является результатом лабораторных занятий по предмету сценографии под руководством Екатерины Жариновой. По ее словам, студенты сами выбрали местом «Х» круглый зал Ельцин-центра. Это было задание ребят, одно из отчетных мероприятий по моему курсу сделать перформанс либо в музее, либо в галерее. И вот большинство ребят пожелали сделать перформанс в Ельцин-центре. И я присмотрела эту выставку Генриет Типерьян. Когда смотришь выступление, необходимо не просто наблюдать за движениями танцоров, но и понимать смысл действия. Сделать это непросто, так как танцоры, подобно взмаху волшебной палочки, сменяют друг друга на контрольных точках. Все 15 минут перформанса пространство выставки заполнено движением. О смысле зарисовки каждому зрителю предложено поразмышлять самому. Главной изюминкой является именно то, что все артисты работают как единый организм. Все было построено именно на этом, на общей смене, на чувстве друг друга. И застроено не было. В основном это на какой-то импровизации. Если что-то сделал один, то и остальные включаются в эту общую работу. Танец как способ вдохновить и поразить. Особенный тонкий взгляд студентов факультета современного танца на свое отчетное задание с новой силой пробуждает любовь к современному искусству и дает возможность ощутить палитру эмоций от слез восхищения до тихого удивления каждому зрителю. Влада Гурлиф, Николай Булатов, студенческий городок. В телеклубе прошел концерт «Нойз МС». Мероприятие было организовано в рамках тура «Царь горы», который посвящен одноименному альбому. Перед выступлением Иван Алексеев, солист группы, порадовал поклонников не только автографами, но и совместными фотографиями. О мероприятии Анна Черемухина. Концертный зал собрал более тысячи человек. Иван Алексеев, известный как «Нойз МС», представил свой новый альбом «Царь горы». В 2017 он стал лучшим альбомом года по результатам народного голосования рэп-ресурса «The Flow» и получил статус платиного альбома по количеству покупок на электронной витрине iTunes. На концерте Иван порадовал гостей импровизации, на которую его вдохновила публика. Также в ходе вечера гитарист группы Александр Кислинский познакомил зрителей со своим личным творчеством. Начался и закончился вечер песни «Коррозия хип-хопа». Образ для выступления был взят из клипа, премьера которого состоялась 13 октября. Анна Черемухина, Валерия Бескараванных, «Студенческий городок». В конце октября, накануне Хэллоуина, большинство детей западных стран надевают страшные костюмы, чтобы попугать взрослых и получить сладости. В России же взрослые пугают детей, обычно в поучительных целях. Чем же пугали студентов гуманитарного в детстве? Узнаем в рубрике «Опрос». У меня была такая книжка, и там была такая страшная баба-яга, которая забирала грязных детей. И мне говорили, что если я не буду ногти подстригать, меня эта баба-яга заберет. В детстве я очень неаккуратно ела, да и в принципе сейчас неаккуратно это делаю. У меня все лицо все время было в какой-то идее, и вся одежда, и мама с папой говорили мне, что меня никто не возьмет замуж. С трех лет, когда я из себя представляла принцессу, и вообще очень много о себе думала, мама мне говорила, что строитель, который через люк в подъезде поднимался на крышу и чинил шифер, заберет меня, и я тоже буду строителем. Чем меня ругали? Ну это, конечно же, знаменитая история про гроб на колесиках, про пиковую даму, как она всех убивает, история про Бармалея, и еще меня ругали, что... Мне грозили, что отберут компьютер, если я не сделаю уроки. Водители говорили, что меня утащит в лес зайчик или белочка, или лисичка, если я не буду спать или не буду слушаться. Если надо было спать, ложиться рано, и я не ложилась, меня пугали серым волочком. Ну как бы он придет и покусается за бычок. Еще пугали, что я не поступлю в университет, у меня не будет хорошей работы, и на этом жизнь закончится. Но, как видите, я сейчас учусь в гуманитарном университете, все хорошо, то есть все детские страхи, они лишь для того, чтобы постигнуть детей, чтобы у детей все было хорошо. И, в принципе, вот. В детские страхи студентов гуманитарного погружались Елизавета Ткачук, Полина Абросимова, Студенческий городок. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. С вами была программа Студенческий городок, и я ее ведущая Валерия Бескараванных. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok